всем привет 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 сейчас 21 февраля я еще в таком разобранном состоянии голову не мыла сегодня точно буду краситься вот и я счастлива сообщить когда я приехала сюда в севера может жить никаких доставок продуктов с больших магазинов мурманских гипермаркетов лента там светофор дикси магнит не было и когда я болела блин то знаете тоже напрягает родных и чтобы они там сходили за пачкой молока тоже не хочется и сейчас оказывается я узнал у нас есть доставка сегодня мне должны в 4 до 5 привести доставку с ленты я заказала прям на 3000 продуктов вот ну чтобы нам на неделю не на 10 потому что меня часто и дома нету не этого хватит вот и я после болезни слава богу стало меньше есть меня тоже это радует вот сегодня еще брови буду приводить в порядок форму придавать и красить у меня тоже краска есть но я короче очень долгое время ну все свои сознательные лига там 35 лет очень любила макароны и рис очень любила сейчас постепенно что-то я хочу такого типа варить фасоль гречку почему-то мне стало на это тянуть ну вот так вот я наверное давно этого всего не покупала и когда я стала заказывать я офигела гречка стоит кила самая такая простецкая килограмм сто тридцать сто двадцать рублей я в шоке ладно потом я решила посмотреть фасоль и горох всегда горох стол мне кажется дешевле чем гречка я решила что а я горох еще кстати полюбила мне о гороховая каша очень нравится я решила посмотреть там красную фасоль и горох думаю ну это закуплюсь фасолью горохом что привезли я тоже охренела я повторяюсь горох стоит 450 грамм 100 рублей нет это фасоль фасоль 450 грамм 100 рублей то есть килограмм будет стоить 200 не просто зарплаты настолько не выросли а ценник блин я в шоке вот и гречка ой и горох тоже кстати но горох тоже по это чё там ну сто двадцать рублей килограмм блин раньше горох вообще дешевле был стоил помню короче я в шоке от цен я по-моему себе и потом я вспомнила мне сестра давала совет сказала надь купи вот эти консервы фасолью красной они выходят дешевле слей вот эту жидкость которая там есть и поджарь просто не реально я заказала себе четыре бачки консервированной фасоли получилось на 200 рублей вот в каждой бачке в каждой банке 450 грамм но там жидкостью но все равно вот короче я в шоке ценник растет расскажите как у вас в городе а еще девчонки мне для интереса я хотела с вами посоветоваться так как меня смотрят в основном женская аудитория и наверное вы тоже справляли свои дни рождения или праздники какие-то на шашлыках и может или может быть ну я же день рождения буду праздновать 12 марта я вовсю готовлюсь постепенно там меню составляю мне племянница обещала помочь но мест вас тоже интересно попросить вот может быть у вас какие-то есть вкусные недорогие закуски на рецепты может быть что-то на легкую сготовить да потому что будет шашлык там наш на этих на дни рождения естественно там огурчики свежие соленые огурцы помидоры ну естественно надо будет стол чем-то накрывать какие-то закуски нет например очень нравится закуски с лаваша то есть лаваш намазывается творожный сыр немножко красной рыбки заворачивается и режется на рулетике но человек у меня будет 20 и мне нужно всего так прилично у меня пока были мысли может быть несколько пиц сделать несколько салатов приготовить помидоры мне кажется она свежая покупать не буду потому что и ценник дорогой и сейчас они у нас на севере вообще стеклянные ну короче девчонки если у вас есть какие-то рецепты быстрые вкусные закуски может быть или какие-то ваши которые очень вкусные сыграли у вас на празднике очень хорошо идут может быть вы мне поможете не от подружка обещала маринованных грибов принести это тоже очень пойдет хорошо а стоит очень дорого и на мне просто обещала принести и вот племяшка тоже обещала мне корейской морковки сделать я раньше думала корейская морковка тоже но она сама будет делать корейская морковка тоже стоит недорого я давно короче не готовилась к праздникам килограмм 302 рубля по моему стоит я тоже в афиге что-то я застряла в ценах каких-то ранечных я так себе по мелочи домой покупала сейчас ценник вообще а еще племяшка моя мне рассказала прикольный этот как из трех апельсин или из четырех сделать 9 литров лимонада я вам потом это все сделаю я сама этого не делала она мне обещал это сделать и говорит что вкусный запивон получается то есть спасибо большое иришки короче девчонки пожалуйста если у вас есть чем поделиться какие-то ваши рецепты советы или что вам очень нравится вот такое на стол накрывать пожалуйста напишите посоветуйте я с удовольствием почитаю и если что-то возьму то обязательно об этом расскажу видео мне просто интересно что вы там может быть какие-то интересны мы с племяшкой почитаем спасибо